Всем привет! В этом видео хочу рассказать про один небольшой, но очень полезный аксессуар. Это быстрая беспроводная зарядка от фирмы Blitz Off. На момент записи данного видео стоит она даже чуть меньше 1000 рублей. Если учитывать различные кэшбэки и купоны, то цена, я думаю, выйдет в районе 900 рублей, что, на мой взгляд, очень-очень ок. Итак, в этом видео я расскажу, как она работает непосредственно с iPhone X, работает ли действительно быстрая беспроводная зарядка, как долго он заряжается и какими токами. Итак, давайте посмотрим на комплект поставки. В комплекте идет, собственно, сама площадка для беспроводной зарядки и кабель. Кабель USB на microUSB. Длина его 1,5 метра. По материалам. По периметру идет такое вот пластиковое серебристое кольцо. Далее прорезиненное. Кстати, оно немножко выступает. На него, собственно, и ложится смартфон. Здесь у нас, ну, вряд ли кожа, просто, наверное, какой-то кожзам. По крайней мере, это не пластик. Логотип Blitz Off. На обратной стороне разъем microUSB. Здесь, опять же, прорезиненная площадка, чтобы данная подставка не скользила. И по периметру идет еще LED-подсветка, которая горит синим цветом. Как это все работает, я вам покажу. По токам. Здесь, в принципе, все написано. Если говорить про входящие, это 5 В и 2 А и 9 В и 1,8 А. То есть, поддерживается быстрая зарядка. Выходящие, чуть поменьше, это 5 В 0,5 либо 1 А и 9 В 1,3 А. Ну, то есть, есть некие потери. КПД тут 72%. Заряжает он на расстоянии не больше 1 см от платформы. Давайте вам наглядно покажу, как это все дело работает. Подключил я к внешнему аккумулятору. В данном случае здесь разъем с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0. То есть, он действительно поддерживает, как можете видеть, напряжение 9 В. Ну, мы, собственно, берем iPhone X. Как видите, зарядка у нас работает. По токам, что мы здесь видим? Давайте сейчас подождем, как экран погаснет. Так, напряжение 9,1 А. По току 0,5 А. 0,6 А. По времени зарядки я, соответственно, проверил. За первые полчаса iPhone X зарядился на 18%. За час на 34%. За 2 часа на 65%. За 3 часа на 92%. И полностью до 100% он зарядился за 3 часа 35 минут. Также я проверял время зарядки от стандартного блока питания. Током 2 А и напряжением 5 В. Тогда у нас показатели были следующие. Напряжение 5,14 В и сила тока 1,1 А. Здесь время зарядки приблизительно то же самое. За полчаса на 16%. За час до 33%. И полностью до 100% iPhone X зарядился за 3 часа 30 минут. Заряжал я его с 0%, то есть состояние, когда он был выключен. В итоге, если говорить непосредственно про данное зарядное устройство, iPhone X заряжается мощностью где-то 5 Вт, может быть чуть больше. Время зарядки составляет 3,5 часа. С обновлением прошивки iOS, iPhone X и iPhone 8, 8 Plus получили поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Но, к сожалению, это дело будет работать с определенным количеством зарядок. В частности, те, которые продаются на официальном сайте Apple. Допустим, та же зарядка Белки, но стоят они будут от 6000 рублей. Соответственно, время зарядки будет немного меньше. Тут смотрите сами. Либо вы платите 1000 рублей и заряжаете где-то на полчаса, может быть на минут 40 дольше. Либо платите от 6000 рублей и получаете еще более быструю зарядку. Но если мы говорим про какой-нибудь Samsung смартфон, то данная быстрая беспроводная зарядка будет работать. То есть, будет напряжение 9 Вт и ток больше 1 Ампера. Также я взял два кабеля Type-C на 1 метр. Но кабелями от Blitzoff я пользуюсь уже очень давно. Как-то я выкладывал видео, рассказывал про них. Здесь он металлический. Все прекрасно работает. Повторюсь, мне очень они нравятся, поэтому, собственно, я их и беру. Здесь качество и цена очень сбалансированная. Ну и Lightning кабель проверял с iPhone X. Работает без проблем. То есть, не пишет ничего в плане того, что не оригинальный аксуар. Все прекрасно у нас работает. Толстая тканевая оплетка. Вряд ли где-то что-то перегнется. Тут на днях кот перегрыз комплектные наушники, которые шли вместе с iPhone X. Поэтому я заказал Apple AirPods, которые беспроводные. С Amazon уже отправили. Если будет интересно, запишу отдельное видео. Расскажу, как они работают с iPhone, как они работают с Android смартфоном. Но, опять же, если будет вам это интересно, потому что данные наушники уже вышли давно. Ну и в ближайшие дни ждите обзор смартфона Razer Phone. Я его уже практически дотестировал. Ну, пожалуй, все. Не забываем подписываться на канал. Все. Всем пока.